Дота 2 Champions League Дота 2 Champions League Не совсем вовремя Получилось очень и очень печально Ньюби тем самым получают Пятое поражение И теперь нужно Да, теперь им проигрывать вообще нельзя Ну как и раньше, но теперь уже придется Биться с очень грозными Коллективами, однако для начала Неплохо было бы хотя бы выиграть В Вичи Гейминг Потеншал одну игру Напомню, что ставки на Дота Лаунжа Ну конечно не такие большие, как на первую Игру там где 8% всего-навсего Даже 10% за HGT были Здесь все-таки 79 на 21 Но тем не менее Тем не менее Теперь Ньюби у нас продолжает Следовать За Бэтрайдером Верит то, что можно В этот раз набрать буст В виде Физ ДПС И тогда все может получиться Поскольку в прошлой игре все закончилось На том, что Бэтрайдер везет Из глобал Герой нажимает блокинг бар И как только Бристлбек зафармил себе Достаточное количество артефактов Как мы видели Джаггернаут его вообще не пробивал Поэтому сейчас Мы видим, что Сразу у нас взяли Леона Который способен давать Дикий урон В сингл таргет Ну и Лину еще К тому же добавили Ну и сверху добавили Линой, да Вообще удивительно То, что опять так много кастеров В этот раз против Сайленсера Если в прошлый раз Сайленсер заходил Не очень хорошо Поскольку Там было 3 кэри Которые купили себе манты Плэкинг бар И он ничего с этим не смог сделать То сейчас Мы видим противоположную ситуацию Есть Шторм, Леон, Лина и Бэтрайдер Это кастеры И один миличный кэри Это волк То есть Сайленсер заходит просто шикарно Вичдоктора взяли пока непонятно подо что Но он В перспективе будет раздавать Но А потом решили добавить союзника Это Акса И теперь можно комбинировать Свой замес На вас пик остается соло мидер Я так понимаю Вгп Да, соло мидер И учитывая то, что в лейтгейме Они уже нереально выигрывают Им нужен Любой герой с нюком Который способен Врага Там до 30 минуты Остановить Ну же это бурст под глобал Квапы нету Ничего себе В Китае квапа уже ферзбан Ферзбан, да Ну против Вич и гейминг потеншал Можно Потому что действительно Они с ней очень много играют Прям в каждой игре последней мы видим Но только сейчас решились забанить Все-таки Ньюви, я думаю, не рассчитывали на такой поворот Но Да, ну конечно Инвокер Вот он бурст Это Метеор Санстрайк Или возможно будет Квас Векс Против Волка Это вообще идеальный вариант Квас Вексовый? Потому что Да, Волк Кастует Хавль На себя и на всех своих крипов Инвокер кастует одно Торнадо И со всех крипов падает баф Да, ну и вот здесь как раз-таки Какой-нибудь Кремсон Гар Вангвард зайдет получше на Аксе То есть все равно нужно БКБшку собирать Против этих героев Но здесь уже можно Здесь уже можно Ну и давайте смотреть Что у нас сейчас будет по линиям Довольно-таки Уверенно выглядит пик Вичи Гейминг Потеншал В очередной раз Ну и Ньюби В принципе такой пик забрали Он агрессивный и хороший Но нужно будет реализовывать Обязательно эту агрессию Потому что если они досидят До поздней стадии игры Им слишком тяжело будет С этими героями справляться Снимаю вашу любимую рамку В этот раз вы ее увидите Только во время пика Так, ну и что У меня все герои стоят на фонтане Вот это нормально А, понятно Что происходит вообще Три игрока вылетело О боже Вот это лаги Вот это лаги Ну вроде до паузы мы дожили Ждем когда переподключится Да, сегодня у нас в Китае Что-то работает Как-то очень-очень плохо Вообще, конечно Я так смотрю на расписание Мы прямо Сегодня нон-стоп чувствую Будем стримить Прямо от От Китая И заканчивая Нави Я уже Я так понимаю Нави ты будешь стримить, да? Да, вроде у нас там По порядку все идет Ну, смотри Нави во сколько начинает играть? В восемь А во сколько начинают играть? В шесть Нет Нипу против Палар Начинают играть в семь Так Нипу против Палар же У нас Кристалмей Кастит Да А что тогда мне Майл Шторм писал? Тебе что? Майл Шторм писал? Ну, он в нашей конфе написал Что мы Смотри, мы вот А, ну все Тогда он кастит, да Вот Ну просто так у нас получается Вообще ситуация такая Что по-хорошему, да Ну это мы еще обрадимся Боже, у меня вообще ничего не показывает Я переконнекчусь Вообще, да Наверное тебе неплохо было бы Ну, типа, чтобы Дота Пит шел от тебя А я как Сокастер Потому что мало ли у нас тут задержится Все А там просто последняя инфа Вот просто зайдешь в Шторм Студия Там, где мы втроем И там последняя инфа Что я буду кастировать ESL На свой канал Вот Ну ладно Это последняя инфа Я думаю, что на твой канал Но не ты Вот так вот имелось в виду Пегасия Да Просто у нас как бы Из-за вот этих вот падений твичат Тут драка тем временем Ого Какой курс оф саун Ты хороший По всем попадает Но кажется Янгу это Не поможет Янг просто один Как-то И непонятно Зачем они сейчас забежали втроем Когда Обычно это делают пятером И в итоге Изи ферсблат Для Джуна Да Янг Янг, кстати, играет на аксе Что интересно Мы так по ролям не прошлись Потому что Дота у меня Только в себя пришла Вич-доктор в исполнении Дог-файтса Сайленсер от Джеймса Видим, что Сикрет Играет на инвокере Но возможно Сикрет Просто у него сигнатурный Это персонаж И ССС на тролле А у Ньюби Банана на Леоне Джун Бэтрайдер Сан Шенок на Лине Рэббит Ликан И Му на Штем Спирите Я чувствую, что возможно В принципе инвокером Играет мало людей И Сикрет это один из них Ну, сейчас он Сейчас он Не такой популярный Скажем так Как раньше был В свое время Этот герой Регулярно заходил на мид Но против волка Он смотрится шикарно Как и проще Макс То есть волк Бежит со своими Существами в атаку Так, тут Дог-файтс Пошел драться Под хавлем нормально Разбивают лицо Всем тут вообще Леон Накручивается руки Со своей колодушки Тут такая Очень интересная Трипла И в первую очередь Стоит обратить внимание На Батл Хангер Зачем он На Ксу здесь Да, кстати Хороший Хороший вопрос Поджигает Поджег Это здорово Но Это одно Танго Тут Тангусиков Не так много Осталось Хекс Танг В никого Ни в кого Не попадает Да Хорошее Противостояние Хорошее Действительно Противостояние По кулдауну Дает курсу Поджигает Теперь Леона Леону нужно Сденавить крипа Но он это Не может сделать И в итоге Слушай Леон-то остался Тут два танга Без маны остался У Леона Да, без маны Лина ману регенит Но у нее Тоже одно танго И реген-то Выбили Своих соперников Причем Стики покупают Вичи гейминг потеншал А здесь Мы стиков Вообще не видим Хотя спелов Кастуется много Вот на этой линии Да И самое интересное То, что Ну тут базилку Никто не несет Она нужна Как Юбит, так и Вичи гейминг Поскольку Это реген Для троих существ И вдобавок Это еще армор За 500 голды Ты получаешь Очень и очень много Час Со временем Банана у нас Выходит в инвизия Пытается что-то Здесь подрезать Какой-то курьер Возможно Но курьер уже Давным-давно ушел И банана здесь Просто теряет время Очень много времени Потеряет Инвокер Будет спокойно Стоять И выфармливать Видим то, что Пока мунами Доминирует Нападение На инвокера Ну первый левел Леон Даже штан не может дать Ну все Это минус Притяжечка Притяжечки нету Боже, какой фраг Как просто сейчас Это какой-то Раш 3д ганг В исполнении Ньюби Потому что Зашел с одним хексом Ничего не могут сделать Это в инвокеру Который под квазом Стоит Регенится С бешеной скоростью О, а Рэббиту Там накручивают Слушай, сейчас Рэббиту могут убить У него остается 150 Минус Фласка Фласка спасает жизнь Но все равно Теперь нету Совершенно хп Боже мой Атакует со всех сторон Да А тут сверху Еще атакует Тролля Тролль в ловушке И юзает стики Но Джун его забирает Вот сразу чувствуется Что в 1x1 У Джумана Есть опыт Причем довольно-таки Большой Потому что Он стоит против Тролля И он его Уничтожает В мясо У него 16 на 2 У тролля 7 на 1 И Батрайдер Если вот он Учас его убил Да Это был Четвертый Против четвертого То сейчас У него пятый И Троллей не спастись С этой линии Снизу Продолжают У нас стоять Ребятки Да Тут такое Противостояние Но по-моему Уже Вичи Гейминг Потеншнл Получше себя в нем Ощущает Ну Кюрса уже Выглядит слабо Потому что Каждый раз Когда он Кастует кюрсу Волк дает Хавль Параллельно Лина моментально Спамит Драгон Слейф И в результате Выход на Лину Ой как неудачно Курсу Напоследок И в итоге Минус Лина Да Загуляла Подруга Хороший выход Получился ночью Стоит Вард Больше видят Здесь игроки Вичи Гейминг Потеншнл Поэтому все у них Получается Да вот конечно На верхней линии То что тролль Умер от Бэтрайдера Это не очень хорошо Потому что он ему Сразу много чего отдал И теперь Бэтрайдер Увереннее стоит Но более того Линия это такая В принципе на которой Тролль мог Спокойно Спокойно отбиваться У него есть Рэнджовые топоры У него есть Милишные топоры Милишная Рэнджовая форма Соответственно Ну здесь самое Полезное Это когда ты Спокойно стоишь И спамишь Рэнджовые топоры Под стиками Закидываешь Бэтрайдера И потом Если крипы Заходят под вышку Ты в милишной форме Все это прекрасно Набиваешь Нельзя получать Стаки Как снизу Лина в очень Опасной позиции Но ее здесь Не спалили Ой сейчас зайдет Кто нибудь Будет очень неприятно Очень битый Рэббит Кстати говоря У него есть конечно Маны на хавль Дает ему Курс оф сайлент Тут же дает хавль Но хавль В никуда уходит По факту И теперь маны Вообще нет В бананы тоже нету маны Ему даже перекастоваться Не на что было Подходит Все Рэббит пошел в леса Понимая что На этой линии Ловить Тяжело что-то Да волку вообще Тяжело что-то ловить Против фокса У тебя волки Ну ты сам милишник В итоге Если вы его бьете Он вас Крутится Своя пассивочка Убивает Поэтому В лесу Ему будет нормально Поскольку Он уже 4 левел И будет фармить быстро Осталось тебе Докупить какой-нибудь Топорик И может быть По факту Сделать Владимир И тогда он будет Отрываться вперед А у Вичи Гейминг Они и дальше Продолжают Стоять втроем Тут еще бежит Инвокер к ним Интересно Очень интересно Давай банану Поднимает банану Банану Нету маны Правда Селеным без маны В итоге плюс 2 нп для сайленсера А вот тоже неплохо Плюс 2 нп для сайленсера Это серьезно Он уже тут набрал 4 Ну да Пока что только 4 Но нормально Все равно Это Лишние винта на дороге не валяются Причем она ворованная В общем К чему я все это веду То что снизу Янг уже стоит хорошо Он будет стоять нормально С каким-то вещдоктором Их хватит двоих А сверху Бэтрейдер гоняет тролля У тролля Очень маленький крипстат И в итоге Приходится отдавать вышку Для того чтобы создать Для себя пространство Ты предлагаешь Той сайленсер на топ перетянуться Ну вот Да А чего нет То есть Приходишь Кидаешь там третью Например по кд Тролль будет хоть Как-то себя чувствовать Или вещдоктору перетянуться Хотя он так себе Против бэтрейдера Сейчас реально Тролль вопрос В опасности И тавр забрали Очень легко забирает тавр А тем временем Выход опять внизу Кстати говоря Сайленсер ушел Все таки у нас Ходит пока что по карте Встал за инвокером Инвокер один абсолютно На миде стоит Ему здесь помощь не особо нужна Шторм потому что Наверху был Пушил вышку Ну и снизу Действительно остается Вот это вот дабла Приходит опять волк И опять ему с аксом Тяжело что-то сделать Акс просто забирает Всех крипов абсолютно Из-за того что у него Просто он Все можно сделать Один ему Ну вот сейчас Нормально Смотри куда перетянулся Сайленсер Он перетянулся не наверх Он перетянулся в центр В центре Можно что-то придумать С инвокером Который уже кидает Корнадо Высокого ранджа Ночью себе все время Кларис Потому что мана не хватает У него же 2000 И можно забегать в лес Искать волков Но волк 5 лоэлла Волки идут скаутить Убивают дд И сейчас Вич и гейминг Прекрасно должны понимать Что их видно И без центре Они не сделают ничего Этому Этому лесному парню Да Ну у лекана Конечно пока тоже С фармом все Не лучшим образом Заходит сюда еще Вич и гейминг Потеншал В составе Окса и Вич доктора Это так себе То есть они заходят Все вместе Они забирают их фарм Но волк продолжает Уфармывать А они обе Если они умные То они поймут Что лучше всего Вообще Пойти в другую степь Например наверх И напрягать Того же тролля Тролль сейчас сладкий Тролль кстати фармит Да он сладкий Но он фармит нормально Лес Если ему тут никто Не будет мешать Он свое возьмет Какую-нибудь маску Сейчас возьмет На лайфстил И абсолютно спокойно Будет фармить дальше С этими топориками А кстати У нас ССС Опять пошел По наклонной И опять не качает Топорики Ну может быть Его убил кстати Если посмотреть Как вариант Пользу может Как вариант Он принесет Просто вот он сейчас Фармит вот этих крипов Да и топорики Они бы были полезны Но Они будут вообще полезны В принципе Я не знаю Зачем он качает Так баш И потом Он еще не докачивает Эти топорики Пока у лекана Нету БКБ Это отличное решение Было бы Волки все Скаутят Абсолютно Инвизные Акс запрыгивает За вышку Но не для того Чтобы на кого-то напасть Просто запрыгивает Чтобы продамажить Прячутся так Вичи гейминг Типа их не видно Но на самом деле Все палит волк С другой стороны Два саппорта Они в общем-то Ничего не делают Просто Просто давят вышку Вниз стягиваются У нас Шторм Стягиваются все Сол ринг Пошел за Догфайтс Цепляет его Сайланс Догфайтс Без Без лечения Играет Бэтрайдер За агре Догфайтс Кладет Маледикт И его стирают Подходит сюда Ликан В пятером Находятся здесь Игроки команды Ньюби Подходит инвокер В спину Что будет какой-то Контр врыв Поднимает Двоих Неплохо В воздух Будет ЕМП Ничего не успевает Скастовать Леон Его зарубает Акс Бежит дальше Агрит Хорошо Хорошо Агрит одного Цепляет бэтрайдера Это минус два Цепляет Янга Янг живет Нет Янг умирает Но у Шторма Тоже большие проблемы Умирает Ликан Умирает Шторм Встается Сайленсер Который еле живой Его забивает Лину с руки Однако инвокер Инвокер здесь всех покарал Даблкил делает инвокер Зарабатывает тонну экспириенса Потому что Он по-моему присутствовал С самого первого фрага И в итоге умерло пять человек Да Минус пять Минус пять Получает огромный буст По золоту По экспе Инвокер как мы видим Зарабатывает 1800 экспы 1900 Нет 900 голды И 1900 урона он нанес Ну нормально Навертел с руки С фейзами под вексом Который уже почти макшеный Очень здорово Это была На самом деле Это был хороший байт от Вичи И супер кривая инициация от Нюбия Бэтрайдер В итоге свой блинк так и не реализовал Он даже лосо в этом файде не дал Блинк даже был Да Шторм спирит Он ворвался на всю ману Но единственное по-моему Что он сделал Это цепанул Вич доктора И все Потом он без маны Дамажил не так круто И в результате Вичи гейминг Всех убили с руки Я не знаю Джун по-моему Без твоей роли играет вообще То есть он как будто исполняет Ну да 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 Я могу сказать что 7 Как там почти 8 мк рмм На бэтрайдере не взять Это факт Нападение на Сан Шенга Сан Шенг умирает Вытаскивает Секреда Секред дает торнадо Му Код снап Раз два три Ему умирает Просто не успел даже уйту провязать Да остается Джун За ним бежит вся команда Живет Ну успеет 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 сделать блинк аут Но тут Вич Доктор Который имеет Маледикт Не успел повесить Отступил Ну и это еще минус 2 На самом деле В итоге получается И тролль по-прежнему фармит То есть троллят никто не трогает Тролль сейчас выйдет на мид У Ликана есть Владимир У тролля просто маска Но Да С троллем биться Глупо Хотя на самом деле С таким троллем У которого нету топориков На миссы Можно было бы и побиться Инвокер врывается дальше У бэтрайдера огромные проблемы Он горит Горит Догорает от урны в итоге И инвокер делает еще один фраг Да Инвокер с урной у нас Интересный кстати Там билд Вичи Поняли что надо делать То есть Вот они побегали 2 минуты за волком И поняли что Инвизные волки Все видят Поэтому Самое лучшее решение Идти драться в лоб Бэтрайдер в лобовой драке Как мы видим Он не раздает Если его быстро фокусить Не успевает Настакать на палмы Разлить файрфлай В результате Б Победа Причем такая уверенная Ну в плане тимфайтов Акс вот за это время У него Он недавно купил себе блинк А у него сверху еще 2000 И Кримсон сейчас заходит Как нельзя кстати А тут еще и тролль Да Тут еще появился и тролль Который забрал Рошана И инвокер Превращается в машину для убийства Ну вот такую раскачку Забирает Рошана Самое то Акс влетает Очень жестко Пошло ЕМП Ультимейт в Оксану Он все еще живет Нет Его все таки забирают Инвокер Остался один Но у него есть Аригис Курс пошел На Сэншенга Сэншенг Может умереть здесь Солринг Умирает в итоге Шторм Бэтрайдер цепляет Вичдоктора Вытягивает Нет Не достает до хайграунда Вичдоктора высосали всю ману Вичдоктора отбрасывают на огонь Но Бэтрайдер может не уйти Отсюда Нет Уйдет Уйдет отсюда все таки Бэтрайдер И Сикрет Не потратив Аегис продолжает месить Своих врагов На инвокере Да У Сайленсера уже 14 интеллекта На 13 минуте Неплохо так Да Но с другой стороны Нюби размяется хоть как-то Хотя Еще остался Леон И последняя тычка Буквально нужна Сикрету Он бежит Он хочет Но понимает что Ну тоже неплохо Стянул двух героев На телепорте В итоге Леон еле живо Убегает на базу Регенится Бэтрайдер Расковать Аегисом не стоит Скоро Сайленс будет у инвокера И он вообще превратится В настоящую убийцу Сайленс такой ранний 79 крипов кстати говоря У тролля Он неплохо поднял Свой крипстат Но по нетворсам Мы видим что у инвокера Гораздо больше И по левелу тоже он топовый 12 уровень 7000 нетворса Урна Фейзы Нуль талисман Мэджик вант И Сайленс На 15 минуте Неплохо 6000 голды И 6000 xp Ребята доминируют Вичи гейминг Потеншал уничтожает Ньюби Я думаю что Ньюби пора делать Я не знаю Какой нибудь там Дисбанд Ну потому что С дисбандом Вы все Что-то Дисбанд У вас в смысле Надо делать Дисбанды Это называется Решафл Это называется Замена Когда Если бы С нашей логикой Вот как в СНГ Что у нас все пишут Дисбанд После Каждой неудачной Игры Тогда бы Барселона Могла делать Дисбанд После там Каждого проигранного Матча И так далее То есть Тут главное Делать Замену Я бы посмотрел Сколько Барселона Проиграла матчей В чемпионате И честно говоря Не так уж много Хорошо Реал там Все остальные То есть Есть клубы Которые Вместо дисбандов Делают элементарно Замену Ты заменяешь Там одного Игрока Допустим Находишься Какого-нибудь Лидера Координатора Тренера Не важно У кого-то И вот тогда Команда Будет играть Лучше Потому что Если ребята В один момент Выиграли Нужно просто Взять тот механизм Который рулил Вот нападение На тролля Мы видим То что Ганки Ну почти Почти Удаются Слушай Нифига себе Он живет Еще Если бы были Топорики На весы Было бы вообще Отлично Запрыгивают За леканом Пытаются Поднять его В воздух Он по-моему Остался Здесь Нет у него Можи Поэтому ничего Ему здесь Не собьется Но на самом деле Не суть Дисбанд Или замена состава Нужно что-то Менять Вот я к чему Говорил Дисбанд Это самое смешное Что можно делать Тоже в нашем коммунте Все орут Дисбанд Это самое смешное Что можно делать Если у тебя Ребята тащили В один момент То это значит Что был какой-то Винтик Или шуруп Что ребята Могли И нужно этот Шурупчик Заново найти Это вот как с Нави Да Как пример Для начала Я бы вообще Джуна посадил На какую-то Другую позицию Потому что Хороший игрок Вроде бы Но исполняет Какую-то хрень Глобал пошел Шторму не дает Улететь Акс его сейчас Разрубят Нету маны На разрубание Шторм летает На всю ману Попытка убежать И тэп аут Да Здесь Батрайдер спас Сейчас своего шторма Но опять же Это не то Что нужно Для Батрайдера Батрайдеру Нужно убивать врагов А не спасать Вот так вот Своих тиммейтов Активируется иллюзия Так вот Нет Джуна понятно Он игрок Который взял Там почти 8к Я его постоянно троллю Но почему я его троллю Потому что Он может погибнуть Вот на этой роли Инициаторов Хардленеров Если у него Заточка на то Чтобы он был Каким-то кэрри Или там Миннером То ему нужно Тут пойти И себя реализовывать Но учитывая то Что у Ньюби Все слоты заняты Он сейчас страдает На Батрайдере И пока Честно говоря Лучше в прошлой игре Что в этой У него играет Так себе У него тут 1-4-4 При том что он стоял И убивал тролля У него Топ-1 Этворс Но как мы видим Инициирует Читом спирит Нападают на Джеймса Джеймс у нас Пока что Умирает Так еще остановился Да уже В отчаянии Понимает что Да Че бежать Просвет Какая-то странная Ну возможно Светили инвокера Но инвокера здесь нет И в помине Он вообще в другой части Но он действительно Бегает в инвизе У него все еще есть Аегис Все еще есть Аегис Тролль тем временем У нас взял 12 уровень уже Не докачивает Топоры принципиально Продолжает качать Плюсы Хотя Стоп 11 левел Да Пока еще нету Пока еще нету Может быть докачает Пока еще нету Скилпоинта Но в прошлый раз Он качал плюсы Поэтому в общем-то К этому и веду Ну и что по графикам Вот это вот Да По графикам все неплохо Выровнялось После последних Пару драк После того как Пофармили ньюби Опять ситуация Выравнивается Но Пик у Вичи Гейминг потеншал Слишком крутой На мой взгляд Здесь И они Они начали Если подумают Что где-то бегают Три героя Хотя Понятно Где они бегают Где-то рядом Видят Леона Загрели Леона Тут же пошел Глобал И Банану Быстренько убивают Это слишком дорого В одного Леона Давайте Глобал Ну да Вот так Через 30 секунд Ты заработал 400 голды За И у тебя теперь Кулдаун 120 секунд Бэтрайдер Шторм Они Почти неузумимы Неузумимы В этот момент Игры Ну если не считать Инвокера Который у нас Редко делает Разведку Вот обычный Инвокер Когда он получает Такой левел Быстро И Айтем Он просто бегает Один и Палит врага То есть даже Если ты не убиваешь Ты доставляешь Всю вражескую команду Играть очень аккуратно Вот против Айджи Это был бы вообще Идеальный расклад И в итоге бегает Скаутит Николу сверху Айджи по моему Банят бэтрайдера всегда Да Айджи-то не любит Таких агрессоров Не все так просто Ну и продолжает У нас фармить тролль У него доминатор Яша Инвокер Кого-то ищет В инвизии На своей половине карты Не очень на самом деле Хорошая Ну вот он Он ждет Что за троллем Выдут Что будет какая-то атака Что это Байт Который может получиться Но по факту Он просто теряет время Пока им сносит Нижнюю сторону Хотя все подтягиваются Наверх Возможно будут меняться Но для Ньюби Это неплохо Пока выигрывает Та команда Которая пушит Вот мы видим То что ВГ пошли пушить Они выиграли замесы Теперь Ньюби Пошли по их стопам И если они думают Что они переспит Пушит С троллем Волка Сумонов И Лину Которая бьет Быстро Вряд ли Надо Воевать Инвокер В инвизе Врывается Дает проказ Сайланс на Лину Леона Заагр Лина ничем не может помочь Леон падает Дальше вытащили Акса Но Акс слишком толстый Крутится Хороший проказ С магией сняло пол хп Но в итоге Акс отступает И физика его особо пробивать Не хочется Вич доктор Ставит банку Тут же она сбивается Шторм своими иллюзиями Ведет в бой И в итоге Опять Леон пострадал Опять одного Леона Только забрали Хотя глобала На этот раз не было Но Вот такое знаешь Вытягивать Акса С вангуардом Когда у тебя нету Толкового бурста Это Слабая затея Ну вот что-то не так У Джуновы В этой игре Вообще происходит Вы даже если Вы убьете Он вам там столько дэмэджа В ответ нанесет Что это будет попа боль Не знаю Инвокера хорошо бы Вытащить 1200 хп Там Бич доктора Да кого угодно Акс с вангуардом Которого волк не пробивает Нафиг оно надо Определенно что-то не так Идет у Джуна В этой игре У нас фан-клуб Джуна После этой игры Секрет Сверху Сверху Ему не должно Вплатить ДПС Слишком мало ДПС У инвокера В итоге Он не убивает Шторм спирит А Шторм спирит Вообще почти ничего не теряет И врывается Джун Ну не попал ЕМПшкой Попал бы ЕМПшкой Тут нормально Снесло бы всю ману И со штормом Было бы тяжелее Но с другой стороны Бэтрайдер был на подсейве В любой момент был готов помочь Смог на ворде Палет смог Опять Леон Опять Леон Глобал Очень хороший Глобал Леон у нас не умирает Подходит за ним Акс добивает В итоге Фокусит инвокера Моментальная торнадо У Му нет маны Касочки И Му тоже погиб Ну вот это уже лучший размен Опять погибает Леон Только на этот раз Шторм Отличный Глобал Здесь он засейвал великолепно И тролль тем временем Еще и пушит на Смит Забирает одного Мидасик на 22 минуте На инвокере С топовым Нетворсом Добро пожаловать в мой клуб Интересный Так Сталинс Сталинс на Волка Волк хочет забрать базу И форма-то рано или поздно Кончится Ну да Понимаешь что стана нет Отпустили И убегает Рэббит В любом случае Забрали сами больше Тролль вон там уже Тир 2 Забивает Летит к нему правда Леон Дает Хекс Но кажется Леон сейчас опять приплывет Акс уже в позиции Нет Акс решает не нападать В итоге минус еще одна вышка Тролль 10к Нетворса Нормально он пофармил в лесах Можно сказать Вытащил себе топовый Нетворс Учитывая что на линии У него все было очень плохо Ну учитывая что он последние 15 минут Только и делает Что фармит в лесах У него 0-2-1 Я считаю да Что тоже нормально Пока его команда Выигрывает 4 на 5 Если бы он еще Купил топорик себе С которым бы он фармил На треть быстрее То цены бы ему не было Просто без топорика Фармить такой себе А если бы он еще и стакал За своим доминатором Ух Какой бы был полезный тролль Гем появляется в локера Вот теперь сложнее будет Лекану своими волками скаутить Потому что с гемом Да с гемом видят все Забивают волков Тролль пошел на эншентов Фармить дальше Ну и по графикам Мы видим что опять 5000 вичи гейминг Выигрывают у Ньюби Да конечно Вот такого я вообще Никак не ожидал Что вичи гейминг потенциал Ньюби одолеют Просто что дальше от Ньюби Тогда ожидать Когда у них будут игры С Более сильными коллективами Зацепили секрета Неплохо Он с гемом Но он успевает уйти в инвиз Просветка Нужно забирать Каски прыгают Тянут Секрета Секрета Забирают Минус гем Однако приходит тролль Маны нету У шторма Нужно что-то делать Он уходит Получает стан тролль Пошел глобал Но по-моему здесь Здесь тяжеловато Подходит Докфайт Скидает каски Попадает в одного ликана Каски не прыгают Докфайт Забирают Минус два Гем остается у команды Неужели его забрал кто-то Его забрал тролль Да Гем остается у команды Вичи гейминг Это важнейшая ситуация сейчас Потому что С гемом С гемом было бы и тяжелее играть Против Ньюби Так как есть инвизный инвокер Ну что агс будет врываться Как ты думаешь Нет Глобала нет Наверное не стоит Не стоит Форстаф Его вообще выплопнут Какой-нибудь и забьют На смерть Да Гем в итоге оставляет Подбирает его у нас сайленсер Отдаст наверное опять инвокеру Ну и есть уже третий некрономикон Поэтому инвокера все равно будет видно Однако Гем нужен для того Чтобы палить волков Без гема Ты всегда будешь Заскаучен волками Тролль покупает себе блинк Интересная игра от Тролля Он вообще не покупает БКБ Даже не задумывался об этом Пока что Судя по всему Учитывая то что есть глобал Пока И хорошие шансы на бурст То его задача просто убить Ту же Лину И того же Леона Пока у них нету Каунтер Каунтер айтемов Глобалу Поэтому сейчас Он способен Вот он под рубли Кстати говоря Митаста на инвокере Он действительно хороший Потому что инвокер Уже ему не до 16 левела Качаться Как большинству героев Которые на 16 левеле Получают все свои способности А его способности растут до 25 Поэтому ему важно Быстрее поднимать все левелы Митаста вообще хорош Если уж на то посмотреть Особенно в китайских играх Когда Там бывает Вот играл Я сейчас смотрел Там на Старладере Играли Вичи Гейминг Против ЛГД По-моему до сих пор Играют Там счет 10 на 10 На 30 минуте И вот в таких играх Когда никто никого не убивает И все фармят То Митаста можно Всем покупать Потому что А нету фрагов Что вы Просто берете И фармите И Митаста Топ-1 артефакт Для Такого расклада Вон что Ань купил На Вич Докторе Митастик На 15 минуте На 30 И уже с Аганимом И Лотаром бегает Круто? Да, ребят Игра Инвиктус Гейминг Против Вичи Гейминг Будет сразу после этой То есть На этот раз Расписание Никакое там Не перенесенное Просто у нас сегодня Затянулось Расписание Уже больше чем на час Нет, хотя не больше Чем на час Подождите Нет, как раз Вот она должна была Начинаться То есть Ну может затянуться Если эта игра Продлится еще там 52 минуты Стягивается Выход С Айгисом Шторм С Айгисом Внимает, что лаэта врага сильнее Надо идти Воздух поднимает всех Хавли Хавли Ну и хорошую позицию Забирает инвокер Так что бэтрайд Ворвался Пошел тролль Включает ульт Ворвался Глобал Пошел месить Зарубают первым Ликана Нет, Ликан все еще жив Ликан падает Минус Ликан Минус Му у него Айгис Минус Акс Очень хорошие каски Прыгают Лина ель живая Успевает дать станчик Бэтрайдер Ультвич доктор В тролля Все в тролля Тролль в итоге падает Му рессается с полной маной Саленсер здесь продолжает биться Но по-моему не по шансам Он заехал По-моему всех вообще кинули То есть Саленсер добил Лину все-таки Ну хороший размен получился Три в три в итоге у нас Если считать Айгис Нормально Отбились Отбились И главное Бараки не отдали Даже Эту вышку отдали Но бараки не отдали Ну немножко не хватило Потому что Акс Если бы он зарубил ЛК То скорее всего Они бы там Потом зарубили И второго И Все бы герои Понеслись на 522 мс Ну Аксу да Не рассчитал он В итоге Своих возможностей Чуть раньше Рубанул топором В итоге Волк выжил Чуть подольше И божества Не было вот этого С помощью которого Можно бегать И убивать Ну и что у нас Находишь шторма Ну шторма юл На него просто так Не напасть И битрайдер рядом Гем обратите внимание Вичи гейминг Оставили на фонтане Все делают хорошо Ну а тролль Все таки выходит В БКБ Если это его конечно Янг А нет Это Аксовский Аксовский Ну тролль тоже будет делать БКБ судя по его артам Но все таки нужно БКБ Как ни крути Потому что заканчивается глобал Или там сбрасывает его Каким то образом Саппорт И все Все очень плохо Но это в конце Когда уже Ты имеешь И айдемы Чтобы он был У тебя ДПС И инициацию В виде блинка Поэтому после этого Естественно Тебе нужно брать БКБ Но это глубокий лайт Когда уже Там совсем шляпа Тайенсер в этой игре Кстати вот смотри Он решил не делать Рефрешер Как предыдущий Он просто купил себе Хорошие айтемы Во-первых Форстав Против волка Это вообще Один из лучших айтемов Ну и статы Там стик ПТшка Барабаны Заходят Шикарно Торнадо пошло Поднимают волка И Батрайдер пошел На атаку Нельзя драться Пока нет глобала И желательно при этом Еще взять позицию Потому что если Бегать вот как Дукфайтс В своем лесу Один Так Джун прыгнул Не туда Рываются все остальные Ребята Подходит Янг Джун летит Сразу забирает Леона Остается один Шторм спирит Его тоже забирают Что творится Смотрите Кого я вам принес Это Саншенг И в итоге Янг его Так же рубит Минус 3 Волк убегает На всех парах В итоге Янг у нас Очень неплохо Здесь понарубил Ну вот он глобал Сила глобала Вроде бы подставился Вич доктор Вич доктора Конечно убили Но как много заплатили За него Тролль не прощает Но тут Джун Он как бы летел На Батрайдере Вич доктора По моему Увидели все Кроме Джуна То есть Джун прыгнул Вот сюда Он бежал За тем Кто бежал Здесь поверху Так Нападение Очень много урона Получает 150 хп Осталось В итоге Если было бы Торнадо У инвокера Он бы конечно Не простил Но форстав помог Так вот Короче Увидели Все Увидели Вич доктора Кроме Джуна Джун привыкнул Непонятно куда В итоге ворвался Что он спирит с Леоном У которых нет Блокинг баров Они ворвались Получили глобал И погибли Теперь Если не будет Каунтер А этому То 5 на 5 Им вообще нечего Творить Потому что Очень мало ДПС Шторм Бьет только Ремнантом Все И потом Сурки Если его колят так То дэмиджу Входит очень мало Та же Лина Леон Они просто Это и смотрят Пока глобал Не пройдет Ну и вот Единственный ДПСер волк Ему Тяжело ворваться Когда У тебя инициирует Шторм спирит Потому что Шторм спирит Пролетает По 600 По 700 Ремнджи За одну секунду А он Кастует Тульт Вызывает Некрачей Волков Кастует Хавль И только После этого Бежит Ну и Когда он Прибегает Там уже Трупы Да Здесь нужно Как-то Пораньше Лекану Раскастовываться Ну Как-то Бэтрайдер Нужно Чтобы Принес Кого Нить У него Есть Все По-моему В этой Игре У него Есть ПКБ Форстав Блин Хватаешь Любого И нечем Спасать Кроме Окса Хватаешь Окса Приносишь Пока он Кол не успел Удать И Разносишь Шторм спирит Да вот Глобал Ничего страшного Можно убежать На Форставах На Там ЕУ Уже Собран Так что Можно В принципе За ЕУ Лиц Быстрее Можно Да Если Блок Убежать В опасные Позиции Сикрет Стоит Есть У Бэтрайдера Гем Видит Великолепно За счет Рэббит Конечно Отыгрывает Потрясающе И ворвался Тролль Ворвался Тролль Пошел Глобал Нажимает БКБ Рэббит И умирает Вот так вот Отличная Инициация Тролля Джун Увозит Ну На самом деле Даже не важно Кого он увозит Потому что Джуну здесь Конец Зарубил Вакс Минус Гем Шторм И при этом Еще и Леон Это Минус 3 Минус 3 И нужно бежать Нужно бежать Сэншенгу Сэншенг Находит Инвиз Да Понимают Куда он побежал Акс У Акса Гем И Лина Лина Минус Дает ульту Свою Но Акс Дает ей Топор По голове В итоге Минус Минус 4 В исполнении Вичи Геминг Абсолютно Ну Все очень Потрясающе Делает Тролль Он запрыгнул На Ликана Который включил Уже БКБ Или он Включил его Сразу Получил Глобал Но он все Просто сделал То есть Стоит Волк Он даже Не в форме С некрачами Ждет Пока на него Прыгнет Акс С троллем Они естественно На него прыгают Убивают Четыре героя На это дело Смотрят Да То есть Это выглядит Как по мне Странно Ну вот он Как должен был Реализовываться Сайленсер В первой игре То есть Да То есть Ну с инициацией Естественно То есть Ты должен Врываться Первым Мы видим Что сейчас Акс Он инициирует Рейш Чем Бэтрайдер То есть В очередной раз У нас Вич и Гейминг Показывают То что В агрессивной игре Они доминируют В то время Как в Ньюби Нужно Некоторые моменты Подлатать И вот Вся мораль В том В чем Когда ты подходишь К базе врага Если у тебя Проблема с нимфайтом А мы видим То что они имеются Им нужно Ну Не идти тогда туда Например Пойти в лес Поставить вард Куда нибудь Так чтобы Его нужно было Сбивать Когда его подойдет Сбивать какой-то Герой с гермом Прыгает Бэтрайдер Хватает его Увозит его Вся команда Его убивает В итоге Что мы видим Подходит волк В крипах Чтобы Акс Он пожестче Его дамажил И чтобы тролль Его прям Видел в кого прыгать Прыгают ребята В блэкинг барах Месяц Он говорит Помогите А у нас Что Леон кастует Бэтрайдер Ну короче Все кастуют Кроме волка Он стоит в коле И тут Саленс Как завещал Когда-то Дрэдэсбэк нам Вот И пожалуйста И вообще Ну как бы Я слежу за ними У них совсем Печаль Печалька С координацией Они У них там Походу Знаешь Каждый Каждый сам по себе Нет директора Нету Директора 8 Да Вот реально Нет директора 8 На всех Вот мы с него Ржали Не знаю Весь интернешн А он Прикинь Какие великие вещи Делал То есть Мало того Что он сам играл Так он еще И руководил Своими ребятами Всеми Он фактически был Как один игрок За пятерых Му находят Кол Сработал Ультимейт И разорвали Му без шансов Билет Ваши конец И шикарным образом Они преодолевают Вот этих волков То есть Делают минус Ожидая Что сейчас Появится Рошан Гем Вот Гем лучше всего С собой носить Поскольку Вы сильнее Когда Ты сильнее Гем нужно Вот гем у Акса Да У Акса есть Да И ждать У них появляется Шанс Такой маленький Крохотный Но он появляется Они сейчас Поймут То что Воевать Лоб в лоб Не вариант И лучше всего Как-то вот Там знаешь Как клаудная Нападать со спины И сбоку И с разных направлений Тогда Есть Есть шанс Летит у нас Бэтрайдер За инвокером За саленсером Он спокойно уходит Ну и сейчас Ну и сейчас Будет выход На Рошана Уже там Дэмэдж Ряжется На 20% Да И она еще Собирает жир То тролля Ничего не режется А у него еще Сверху На вот эти криты 180 34 120 136 136 Плюс 180 У него сверху Еще под этот Дэйдал Где-то 300 С лишним Атака спида Нормально Неплохо И криты Считай Они становятся Сильнее в три раза Вот он Ребятки Ты слушай Учатся Ты посмотри Они когда начинали Играть Они были такими Ватными А сейчас Все Про инвалидов Клакверков Забыли Слава тебе Господи Берут нормальных Кэрри Он даже Инвокер Пошел Дело И могут Могут Когда хотят Сейчас Состав Я думаю Сейчас Владелец Ньюби Он просто Сидит И за голову Держится Что же Он будет Делать На Интернешнале Да И с тебя Второй состав Вичи Гейминг Обыграл Да И с тебя Второй состав Вичи Гейминг Весит Что там Будут делать Когда там Еще будет Первый И всякий Клауд Найн ЕГЭ Тим Секрет Подтянутся Напомню Что первый состав Обыграл Второй состав Просто Ну играючи Они издевались Над ними Да Так что Здесь конечно Тяжело Будет Ньюби Действительно Там просто Каждый играл По-моему Кто на чем Хотел Да Каждый играл Кто на чем Хотел И как хотел В итоге Бегали Мессили Ну так Как бы Не совсем Прям уж Совсем Из серии Там Дарксиров С башерами Но Все равно Смотрелось Очень жестко На фоне Остальных игр Ну что Джеймс у нас Стоит В смоках Выходит Акс Есть хороший Вард Видит Троля Нужно валить Нужно валить Троль как-то Все спалил А ну хотя Тут не только Троль Тут один Акс Походу В смоках Ну и Инвокер Так Кем бы отдать Только не Аксу Я думаю О какому Таренджу Например Вичдоктору Или Сайенсеру Потому что Акс Он явно Не будет Бегать Девардить Он должен Стоять Первый Танковать И Создавать Спейс Для своей Команды Ну смотри Как за сплитпушили Ньюби Не дают Выйти с базы Сверху давит Снизу давит Ну это На самом деле Вопрос к инвокеру То есть Инвокер Девятнадцатого Левела Он может Бегать в инвизе И Палить соперник Вот например Увидел Бэтрайдера С кемом Все Значит Сверху Что Вардов нет Их действительно Нет Смите Как отваливается Рошан Нафиг им Да Там Охотиться За кем-то Сверху Если есть Рошан Приходишь И забираешь Неплохо Вообще Так Найс Кинул Бэтрайдер Зачем-то Ворвался Потратил БКБ Чуть не отдал Гем Чуть не отдал Гем Бэтрайдер Акс в итоге Забирает Аегис Забирает Инвокер Выход Наверх Шторм Получает Санстрайк Вичдоктор В позиции Каски Попадают По Му Забавно Если он сейчас Сдохнет Из-за этой каски Му Проснись Ох Как Му Тут Ну Видимо Понимал Что Еще далековато Враги Потому что Так опасно Игрался Если бы Его убили Было бы Очень неприятно Что у нас По графикам По графикам Небольшое Преимущество У Вичи Гейминг Несмотря на то Что вроде как Они доминируют Но вот Выйти с базы Не могут Их просто Сплитпушит Ньюби И ничего С этим Не сделать Хотя На самом деле Не такой жесткий Сплитпуш Ньюби Никаких Наксилен Ничего Сплитпушит Самыми Обычными Героями Это пока То есть Как только У нас Инвокер Купится Какой-нибудь Хекс Как вариант Потому что Все-таки Манареген Ему будет Полезен Рано или поздно Он будет Раскастовываться Плюс Сайленсер Я так понимаю Он тоже Идет Хекс То ребятки Уже Не смогут Вот здесь Оранж Позиции Занимать Леон С бэтрайдером Это сейчас Единственный шанс Хотя И на самом деле И он Не такой большой Потому что Есть сайленсер 26 Инты у сайленсера И при этом Они да Никогда нельзя Нельзя идти На одну линию Сплитплэшить Потому что Противник увидит Что они Спушат Центр Пушится Он просто Возьмет И пойдет Поверху Вот сейчас Они так и идут Понимают То что Нужно идти Куда-то Как бы Стоят Твич и гейминг Они так Вообще Я не знаю Это какая-то Позиция Странная То есть Они стоят Типа Не показываются Но всем же Понятно Что они там Так Что они там Находятся И почему Они так Медленно Они из-за того Что вот так вот Стоят И боятся Они в итоге Линию толкают Год Они эту линию Толкают Уже Не знаю Минуты Три Наверное В то время Как им просто Залетает Бэтрайлер Убивает пачку Грипов Все Линия пропушена Вот наконец-то Янт выходит Вперед С Эйгисом Основной минус То что они толкают Как Бежит пять героев А не один И Ньюби Это прекрасно видит Это самый главный Косяк Толкать нужно Какую-нибудь Таксу Идет один акс Спереди С Эйгисом И они не знают Где находятся Остальные герои То есть они могут Прикрывать акса Они могут Гангать центр Вот например Вот этих наглых ребят Или там Выходить вниз На Леона И в ответ на Тавар И вот это Я думаю Они научатся Че Ну Толкнули Тролль Которые Толкнули верхнюю линию Неплохо На 22 левеле Бегает у нас С первой Топориками На один Да Ну кстати Если что Они окупились Ну я не знаю На самом деле Он даже С первыми Топориками Зафармил бы Там Рошана И того же Ну то есть Эта штука Конечно Много дает Но Плюсы-то дают Меньше Чем топорики Это уж точно Ладно Плюс 2 ловкости Плюс 2 урона Плюс 2 Скорости Плюс 2 атака Плюс еще Там сколько 50 кп Представь 3 А представь 3 Плюсика Это плюс 6 Врывается на шторма Шторм тут же Убегает Вот уже ССС Он понимает Что нужно Понаглее действовать То есть Он забежал Один вражеский лес И Ожиданно Его стала бояться Вся команда Хотя Такого троля Стоит бояться Тут нет ДПС Волк Вместо того Чтобы упаковать Какой-то МКБ Или Описал Для убийства Троля Он пакует Алибарда И собирает Кирасу То есть Он Свято верит То что Бэтрайдер Лина И Леон Они его с руки Запинают Пока Он будет Держать его В контроле Ну и в этом Еще собирать Так понимаю Кирасу Будет Также Минус Армор Давать Чтобы Лина С Леон Могли Накручивать Пойдут 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 Все таки Думаю Что они Успели Силенсер Не в позиции Но он Главный Глобал Свой Даст И все Нюби Не успели Заспитпушить А Саленсер Глобал Даст Из базы Глобал Поднимает Шторм Ся В воздух Кол Уже Потрачен Хорошо Получилось Надо Перед Всех Развел Как Детей Читалось То есть Ты прыгаешь Даешь Лигерой Будут Набегать Это значит Что Это значит Что мы Еще Немножко Посмотрим Доты Замечательные Китайские На самом деле Доты Замечательные Потому что Нюби После того Фида Который У них Был Первые Двадцать Минут Игры Мы Видим То Что Они Уже Держатся Прилично Например По XP Грайфики Не растут Уже Десять Минут То есть Десять Минут Они Играют На Этому Ему Ему Что На Демаш Собрать Ну Да У него Как Потому что Как Только Тролль Купит Себе Дейдалус Или Какой-то Сатаник Я Не знаю Как Они Будут Убивать Все Егис Кончился Остался С Маке Знает Что Нету Глобала У Них Есть Все Ну Посмотрим Что Сейчас По Байбекам Надо Посмотреть Что У нас Имеется Да С Байбеками Ситуация Неплохая Для Дайер Нету Байбека На Сайленсере И на Вичдоктере Но Остальные Герои Байбек Есть Ну И Очень Хорошо Сыграли Отступили Встали На Фонтане Практически Ну Они Молодцы Слушаем Я На самом Деле Удивлен Как Они Хорошо Начали Играть Очень Хорошо Сейчас Все Делают Действительно И Пики Стали Адекватными И Ребята Начали Двигаться Грамотно То есть Они Ловят Одну Простую Вещь Где Были Нюби Впятером Да Они Будут Фармить Не Больше Чем Мы Поскольку Вот На Такой Стадии Игры Когда У Троль Шесть Лотов Этот Фарм Не Решает Батрайдер Встревает Ой Как Больно Как Больно Бьет Его Троль Загангл Батрайдера И Такое Бывает Батрайдер Батрайдер Уже Не Вижу Я Так Чувствую В итоге Байбэк Есть Нет Байбэка Нет На Батрайдере Лол А Что Он Тут Делал Что Что Тут Делал Дорогой Он Еще С Гемом Наверняка Да Он Был С Гемом То Е Отдал Гем Ну И Сейчас Просто Без Батрайдера Можно Заходить И Мочить Есть Глобал Есть Хекс Шторму На этот раз Так ворваться Будет Непросто Шторм Врывается Но Все Уже Знают Все Уже Знают Поэтому Потратили Только Кол Поэтому Глобал Никто Не тратит Ну Ничем Не попали В итоге Ни одна Ни другая Команда Толком Пошла Ульта Троля Тролль Где Ворвался Тролль Шторма Просто Не выпускает ВС Баш Минус Шторм Байбэк Есть Байбэк Есть Но Тролль В БКБ Режет Режет Очень больно Хекс Пошел Байбэк От Шторма Бьют Банану Банан Не очень больно Минус Банана Врывается Сюда Ликан Забегает Ставится Палка Вич Доктора Уничтожает Сэншенга Сэншенг Умирает Ликан Ликан Живет Ликан Сгрызает Акса Троля Уже Минус Нуля Гост Есть Гем Вич Доктора Его нужно выбить Будут выбивать Гем Да Сэншенг Пытается улететь Но Бэтрайдер Не дает ему шансов Байбэк От Троля И Тролль Пошел месить Тролль Убивает Одного Нет Вешают Дизарм Но Тролль Переключается И начинает убивать Второго Рэббит В таверне Есть Байбэк Тут же Выкупается Шторм И Ликан Остались Вдвоем Каковы шансы На успех Я думаю Что Чуть больше Может быть Нуля Но Врываются Ломают Тир 3 Вышку Это Минус Первая сторона Можно забирать И остальные Потому что Вышек нету Ну и самое главное Очень много Потратили Конечно Ньюби Они тоже Побайбэкались Правда И Вичи Геминг Побайбэкались Но все же Падает Первый Барак Пойдут ли На вторую Сторону Вот в чем вопрос Нету Вич Доктора Но походу Пойдут Пойдут Шторм Получает Хекс Получает Кол Его Форстафуют Но Слишком больно Шторму Под Сайлансом Он умирает ЕМП Тролль в БКБ Режет Леона Режет Лину Топорики уже Четвертый Потому что 25 Левел Сэншенг Отпускают его И Янга Янга бьет Рэббит Янгу тяжеловат На самом деле Рэббита не выпускают Минус Рэббит Ооо Минус Янг Все остальные Уходят Все остальные Уходят Понимая что Во первых Линия пушится Сверху Тут уже бараки падают Барак может не выстоять Нужно спасать барак Нужно убивать катапульту Первым делом Все катапульта Уничтожена Бэтрайдер тем временем Сбирает еще и Сайлансера Ничего себе Каким-то образом Его здесь зацепили Драка видимо продолжалась Ну десятку Десятку Вичи Гейминг Потеншал Теперь ведут По байбекам У нас ситуация такая Что только у Сайлансера Он есть Поэтому Любой следующий фраг Может стать решающим Ну и Трой с Сатаником И скоро будет Рошан Нюби молодцы Они бились до последнего То есть даже несмотря на то Что у противника Такой суровый перевес В замесе Они Откайтили Отбайбекали И в результате Когда вот падают БКБщики У Троля У Акса И у того же Инвокера Леон Лина И Бэтрайдер Они раскастовываются Ну ура Тактическая пауза Все повылетали У нас Да Ну здесь Скажем так По сейфове Вичи Гейминг Подождать Своих байбеков Будет Но с другой стороны Ну для Нюби тоже Но Нюби Мне кажется Нужно пытаться Что-то сейчас придумать Пока байбеков нет Потому что Какая-то одна ошибка Может решить Все вообще Нюби нужно В очередной раз Дождаться байбеков Потому что Когда идет Драка в глобале То у Нюби По-любому умрет Один Может быть Даже два героя Они байбекаются И они Не скастовав Ничего Они врываются В замес Если Нюби Будут без байбеков То драться То им Будет нереально Выиграть замес Под тем же глобалом Поэтому Сейчас для Нюби Решают байбеки Под своей базой Особенно Вот на шторме Шторм умирает Захиливают Свою команду У него был стоун Четыре заряда Поэтому уже нет смысла Его экономить И потом рывается Убивает Там пол команды Например Вырезать Какого-то инвокера Остается в итоге Саль Ну еще и жители Саленсера И можно кайтить Тролля Можно кайтить Вич доктора Есть такие варианты И вот самое сложное Сейчас будет На Рошане Который уже появился Причем Вич и гейминг Могут не успеть На него Саленсер 35 секунд Акс тоже 35 секунд А они его Очень быстро Заберут Могут выиграть Если Джун не умрет Там день То Тимфайтер Сразу То Все возможно Ну вот Как бы в этом Поэтому китайцы Так осторожно Играют Потому что Ты врываешься Байбекаешься Если ты без байбека То любая ошибка Уже все Становится Фатальной Можно любую игру Проиграть Ну что На такой стадии Все сидят Ставерни Долго Да И вот еще По поводу Вич и гейминг Потеншн Чатики Правильно Люди говорят Что почему Просто не бить Бараки Мы не знаем Я не знаю Почему люди бегают На фонтан Это тайна Но я думал Что В Китае Этот этап Он давно пройден Поехали Да Вот сейчас Грамотно Смог Под Рошана А Вич и гейминг Им сейчас Играет на руку То что Они видят Что что он снизу Значит Рошана По любому Не забирают Четвером Рискованно Эти Ну сами Тоже Стоят Очень аккуратно По-моему Они оба гема Отдали Да Я не вижу Ни одного Гема Вижу Гему Джуна Бэтрайдер Врывается Вытягивает ССС ССС Без Байбека Глобал Спасает Ну и Тролю Нужно Сатаник Жать Жать Сатаник Нужно Бить Кого-нибудь Жмет Бьет Восстанавливает Почти все КП Продолжает Драться Зацепил Сэншенга Минус Сэншенг Минус Лина Леон Уходит С блинка Лекан Просто Убегает На своих Двоих Да И Лекана Забирает У нас В итоге Вичдоктор Маледикт Натикал Бешеный Урон Судя по всему Инвокер В инвизе Ищет Банану Но банана Прячется И Просто Пошли По миду Знают Что Нет Байбеков Знают Что Нет Байбеков И Хочу Сказать Леон Свои Фингер Даже Не Дал Замес Они Напали На Троля Вот В этот Момент Когда Нападаешь На Осталось Всего Трое Так Вот Из Того Что Банан Просто Не Дал Свой Ультимейт А Пожадничал И Хотел Походу Застелить Тролль Выжил И Всех Убил Честно Я не Видел Где Он Был В драке Поэтому Не Могу Никак Прокомментировать Он Бил Леона Все Это Он Бил Троля Все Это Время Сурки Да Тогда Это Провал Он Секрет Под Фонтан В Блэкинг Баре Ничего Ему Не Сделать В Тоге Он Начинает Раскастовываться Все Бегут И Ричи Гейминг Потеншн Нужно Помнить Что Это Дефенс Ов Зе Эншенс Поэтому Только Акс Тролль Начинает У нас Идти Бить Базу Инвокер Развлекается Со Штормом Показывает У них Кто Владыка Ветров И Аккуратно Играют Не Хотят Сейчас Видеть Потому Что Байбек Все Еще Может Не Быть Секрет Уходит В Инвиз Янга Поцепили Ульт Тролля Пошел Есть Гос Скипетр Есть Блинк Есть Фурстав Тролль Отступает Просто Отходит Понимают Что Сейчас Ресница Лекан Просто Отступают И С большим Преимуществом Сломав Вторую Сторону Продолжают Играть Дальше Не Хотят Ньюби Отдавать Вообще Никаких Шансов Да Но Мы Видели Что Без Байбек Действительно Страшноват Пока Все Герои Не Будут Иметь Можно Очень Очень Жестко Встрять Видим Что Тролль Минута 40 Осталось Инвокер Минута 30 Минута 38 Акс Ну И По Хорошему Да По Хорошему Нужно Досидеть Страшноват Саленсер Немного 34 Четыре винтазских Сомб БКБ Суппорт Да Тут бегает Пом Шторма Сейчас Соло Может Убить И Рошана Отдают Да Пошел Хауль Нет В смоках Идут Это странно Они Видимо Просто Не знали Что Появился Или Забыли Про него Потому Что Он Тут Стоит Минута Две Как Немедленно Найдутся Ну Да Готов Можно Напасть Все Аегис Брать Только Шторму Так Идут Вызывают Форжей Инвокер Ворвался Отличный Кол Отличный Глобал По двум Кор Героям Нет Это Саппорт Саппорт И Шторм Который Поднимает Себя Воздух Но Ничего Не успевает Сделать И сейчас По таймингу Нужно Какой-то Стан Давать Или Кол Сайланс Ничего Не успевает Сделать Мол Забирают Его Акса Выкинули Наверх Ну В общем То Он доволен Да Я думаю Что Здесь Будет Слишком Тяжело Потому Что Теперь Нет Аегиса Бэтрайдер Пошел Сплитпушить Но Грош Цена Его Сплитпушу Тролль Просто Уже Бежит Доносить Бараки Акс Телепортируется Чтоб Быстрее И Гудгейм Пишет Рэббит Ньюби Проигрывают Вичи Гейминг Потеншал И Теперь У них Ситуация Просто Провальная Потому Это Шестое Поражение У них Солнится Шесть Поражений Как у Сидек Как у Ехум Но Они Не играли Практически Ни с кем Кроме Вичи Гейминг Основного Состава Из топовых Команд Да И при этом При этом У них Всего Навсего Две Победы Два очка По факту Они сейчас Занимают Предпоследнее Место Опережая Только Вичи Гейминг Потеншал А хотя Даже Нет Даже Не так По потерянным Очкам Так Но Так как Личная Встреча Вичи Гейминг Потеншал Лидирует То Получается У нас Что Вообще Они На последнем Вести На последнем Вести Из восьми Команд Владельцу Ньюби Надо срочно Вот эти Триста Двадцать Тысяч Баксов Срочно Искать Себе Игроков Которых Можно Под свое Крэлло Взять Потому что Это Смешно Да Ну Вернемся К Следующей Игре У нас Самый Сладкий Матч Сегодняшнего дня Invictus Гейминг Против Вичи Гейминг А пока Что Уходим На небольшой Перерыв